Привет, друзья! Сегодня в программе Coral рисуем вот такое розовое великолепие. Урок для начинающих осваивать программу, но и более опытные пользователи подчеркнуть для себя полезности, которые будут на протяжении всего урока. Так что рекомендую смотреть внимательно до самого конца. И мы сразу переходим к практике. Лист уже создан. Как вы знаете, по умолчанию в программе Coral лист устанавливается вертикальной ориентацией размерами от четвертого листа. Я хочу сделать квадрат из А4, то есть 210 на 210 мм Enter. И сразу сделаем фоновый, ну в нашем случае квадрат. Двойной щелчок на инструменте прямоугольник ставит прямоугольник в размер страницы. Потом мы его, наверное, будем использовать как контейнер, как отравочную маску, и в него все содержимое размещать, хотя не факт. И первое, что мы с вами сделаем, это подберем купидончика. Здесь я не говорю не про авторские права, я просто показываю некоторые инструменты программы. Нужно подобрать такое изображение, чтобы оно было контрастное, чтобы оно было в максимальном качестве, чтобы трассировка, трассировка это процесс перевода, растро, вектор, был максимально хороший, качественный, и ныне потратили мы много времени на его доработку. Конечно, вы скажете, что можно скачать вектор, я в этом уроке про другое рассказываю. Итак, есть у меня несколько объектов. Мне нравится, конечно, вот этот, он такой динамичный, необычный. И нравится первый. Давайте попробуем, друзья мои, вот эту картиночку, просто поверх программы, открывая папку с растровыми картинками, и вот так, зажимая левую клавишу мыши, закидываю в программу. Видите, он большой, вообще очень большой. F4 показывает все, что есть. И можно прямо в таком формате, видите, насколько маленький квадрат из А4, не суть. Выбрано растровое изображение, и вверху появляется кнопка трассировка растрового изображения. Здесь есть разные варианты. Нам подойдет для такого размера, для такого масштаба, и для такого контрастного изображения быстрая трассировка. Нажмем уменьшить растровое изображение. Какое-то время проходит программа, близлежащие пиксели переводит в единый объект. Ага, видите, плохо получилось, поэтому Ctrl-Z отменяем действие. Видите, в внутренней части не сделалась трассировка, поэтому здесь же трассировка абресом, либо логотип, либо подробный логотип. Давайте нажмем, без разницы, там одинаково устроено. Логотип тоже уменьшить. И здесь, друзья, мы подбираем степень детализации для каждого конкретного примера. Если все хорошо, если что-то подкрутите здесь, нажимаем ОК. И что здесь произошло, несу шифтом. Видите, векторное изображение, растровое изображение. Если мы посмотрим в режиме каркас, видим растр и вектор. Удаляем эту картинку. Эту мы пропорционально уменьшаем до наших размеров. То есть здесь, видите, настолько большое было изображение, что нам не потребовалось работы с опорными точками. Но если что, смотрим поближе. То есть да, здесь все идеально, но если, конечно, у вас картинка не такая идеальная, то придется поработать над контурами. Обращайте внимание, как устроены контуры. Нет ли деталей, как бывает, такие вот, прилепляются к краю, вроде бы белые. И в то же время они, конечно же, не нужны. Окей, изображение есть. По размеру мы пока не знаем, как это будет. Друзья мои, наш главный герой открытки есть. Теперь надо подумать, как мы его оформим. Я, конечно же, хочу включить в композицию сердечко. Вот видите, в стандартных фигурах есть сердце. С контролом рисуется равная фигура. То есть если мы без контура, то оно может быть либо приплюснутое, либо такое. С контролом ровненько. Хотя не факт, что оно должно быть такое. Его можно немножко чуть-чуть растянуть или чуть-чуть сплющить. Так, друзья мои, давайте, конечно же, фон сделаем каким-то либо розовым, либо, может быть, градиент. Контур отменим, правая клавиша на перечеркнутом квадрате. Интерактивная заливка. Инструмент. Здесь выбираем фонтанная заливка. И, друзья мои, вот этим бегунком вы можете двигать направление цветов. Из какого цвета в какой цвет. И, конечно же, подбирать эти цвета. Вот, допустим, выбрано. Здесь выпадает такое меню. И мы можем подобрать цвет, какой вас устраивает. Там теплее, холоднее. Закроем здесь то же самое. Из белого в какой-то, не знаю, розоватый. Вот, например, из теплого в холодный. То есть они по тону одинаковые, а по качеству розового разные. Если хочется какой-то третий цвет, четвертый сделайте и так далее. Щелкаем в любом месте, где вы хотите это устроить. И делаем какой-то цвет. Я, к примеру, если что, то двойной щелчок. Удаляем этот цвет. И таким образом, этим инструментом, мы регулируем градиент. Ну, сейчас, конечно, не сильно заметно, потому что цвета близкие. Но, тем не менее, может быть, это и хорошо, что он такой нейтральный. И вот здесь, друзья мои, либо облачка, либо как-то в виде сердечек облака сделать. Давайте я покажу, как нарисовать облака. Самый простой способ. Мы берем, рисуем с контролом круг. И, друзья мои, вот так вот его намножить. То есть, вы можете делать больше-меньше за любой угловой маркер. Сейчас я вам покажу, вы поймете, о чем я говорю. Не делайте много диаметров разных. Вот я прям с правой клавиши мыши или любым другим способом дублирую кружочки, чтобы создать вот такое вот пространство. Ну, допустим, от края до края. Даже вот сюда можно зайти. Друзья мои, чтобы не множить потом 10 раз вот эти круги, я сейчас их продублирую с шифтом и с правой клавишей мыши. Беру все вместе. Обратите внимание, что у меня даже уходит в край. И когда выбрано 2 и больше объектов, на панели атрибутов появляются различные варианты работы с несколькими формами. Нам нужно слияние. Ну, если хотите прям быть точными, то можно избавиться вот от этого неровной нижней части. Я возьму инструмент свободная форма F5. Щелкнула раз. Здесь по 2 раза, чтобы привязать к предыдущей точке. То есть я вот так делаю заплатку. Здесь прям с выходом. И обязательно привести к первой точке, чтобы здесь контур замкнулся. Берем шифтом и сливаем 2 этих объекта. То есть это у нас будет первый уровень облаков. Сделаю их белым. Отменю контур. Но сделаю прозрачность. Вот прозрачность. Однородная прозрачность – это вторая вкладка. Ну, допустим, 50% по умолчанию стало. Давайте сделаем поменьше. 20. Наоборот, только в другую сторону. Надо 70 поставить. Enter. Отлично. Можно в режиме каркас. Мы сегодня про него уже говорили. И делаем второй слой облаков. Почему я по рисунку не стала оставлять такой же, будет, наверное, не очень хорошо. Поэтому давайте вот эти, например, облака еще раз продублируем. Вот эту группу развернем, просто-напросто отразить по горизонтали. И немножко изменим какие-то части. Вот, допустим, вот это можно сделать больше. И вот так вот слить. Здесь, например, какое-то тоже больше. Это больше. И попробуем подняться. Вот в этой части можно прям, чтобы одна заходила на другую группу. Давайте расширенный вид. Не обращайте внимания пока на ножки купидона, потому что это нам сейчас не важно. Можно его вообще переместить куда-нибудь. Вот, чтобы красивые какие-то вот тут пересечения были. Отлично. Выбираем всю вот эту группу. Даже вот этот хочу побольше сделать. О, красиво, чтобы было. Берем группу. Не захватывайте ничего лишнего. Захватили только кружочки. Делаем слияние. И таким же образом делаем заплатку по двойному щелчку. Обязательно замыкаем. И сливаем. Так, по свойствам то же самое. Но если мы будем делать прозрачность, точно такую же. Так, контур, кстати, отменяем. Сколько у нас там было? 70. Этот можно 50 или тоже 70. Сейчас пока не обращайте внимания, что здесь вот эти пересечения. Мы потом с этим как-то разберемся. Выше-ниже можно подвигать. Да, по-моему, прикольно получается. И третий ряд. Третий ярус. Давайте поставим прям вот частично круги. И как-то их вот так вот уже в край не уходит. Уже уходит в край. Вот, допустим, как-то так. Берем все вместе. Делаем слияние. Белая заливка. Отменяем контур. Прежде чем двинемся дальше, хотела бы рассказать о мини-курсах. Первый называется Коралл для лазерной резки и гравировки. И Коралл для полиграфии. Названия курсов говорят сами за себя. С подробностями вы можете познакомиться по ссылкам в описании. Но самое главное, приглашаю на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Коралл Дром. Вектор обучения вы выбираете самостоятельно. А с примерной программой вы можете познакомиться по первой ссылке в описании. Если ВКонтакте вам не удобен, то обо всех курсах Коралла можно почитать в соответствующем актуальном в Инстаграме. А мы движемся дальше. Давайте в режиме каркас посмотрим, насколько здесь что. Я бы Купидончика немного переместила в пустоту. И хочется здесь еще добавить сердечки. Единственное, что, друзья мои, давайте попробуем вот этот квадрат с Ctrl перевернуть, чтобы здесь розовое тепленькое больше появилось. Может быть, все-таки вернуться к свойствам градиента. Сделать вот так ровно, чтобы был переход. Наверное, будет посимпатичнее. Все-таки такой теплый розовый, он как-то более приятен для глаза. Друзья мои, все-таки я сейчас сижу и думаю, что в таком варианте прозрачность нам не особо подходит. Поэтому сделаем такой момент вспомогательный. Я рисую какой-то объект. Без разницы по форме какой. И инструмент пипетка. Беру пипеткой свойства, вот, например, отсюда. Розовый цвет. Не с самого края, не страшно. И продублирую любым способом. Возьму пипеткой цвет точно такой же розовый. Но пойдем в заливку. Двойной щелчок. И здесь подберем цвет, который более светлый будет. Может быть, почти белый. Но почти белый, наверное, будет не очень хорошо. Хотя давайте оставим почти белый. Да, давайте оставим почти белый. То есть самый темный розовый и белый. Мы берем в интерактивных эффектах перетекание. Зажали на одном из объектов, без разницы на каком. Вытягиваем. И ко второму объекту сам этот инструмент прилипает. Вот получился переход. Отменим пока что контур. Но нам переход такой большой не нужен. Давайте ставим порядка, например, пяти ступенек. Пяти ступенек. Сразу правая клавиша разъединить перетекание. Вот эту, не забудьте, что здесь у вас есть объект, который не виден. Он белый. Вот эту группу мы разгруппируем. И просто вот дальние облака мы берем по цвету вот такой, допустим. Да, заливаем. Даже, видимо... Да, нормально. Вот этот цвет, допустим, вот такой будет. Но прозрачность нужно отменить. Я возьму два вот этих объекта, пойду в прозрачность и отменю эту прозрачность. Вот так, конечно, понятнее. Поэтому вот второй будет, наверное, какой-то такой. А первый, ну, допустим, вот такого тона нет. Давайте все-таки вот такого-то такого. В общем, принцип вы поняли. Надо поколдовать над этим. Может быть, это светловато. Может быть, здесь вот. Еще немножко потемнее выше. Ниже двигайте. Можно, чтобы нам это уже, друзья мои, все дело не мешало. Мы берем выступающие детали. Или их подрезать. Или просто взять. Меню объект. Power Clip. Поместить во фрейм. И показываем, что мы садим в квадрат. Угу. Думаю, сейчас можно купидончику уже побольше делать. Как-то завести на облачка. Ну и, как я сказала, не хватает каких-то сердечек. Не хватает сердечек. Я бы просто их вот так свесила с верхней части. Причем сердечки большие и маленькие. Подумайте, как они будут пересекать облака или не будут пересекать облака. По цветам. По цветам, друзья мои. Вот прям пипеткой с краю беру. Вот, например, этот заливаю. Если будет уместно. Или как-то тогда вот сюда опустить. То есть, смотрите, чтобы цвета у нас не потерялись. Но в то же время были не слишком контрастные. Потому что все-таки такой нейтральный рисунок без контуров. Можно вот эти, наверное, утемнить. Здесь взять два вместе с шифтом. И пойти в заливку. И просто вручную сделать заливку какую-то потемнее. Может быть потеплее. То есть, ближе к такому красному. Нажимаю ОК. Нам еще можно сделать линиями. От края. Веду с шифтом вниз линию. Правая клавиша вот по последнему красному цвету. И по толщине нужно подобрать в зависимости от масштаба. Ну, допустим, два пункта. Если устраивает, то нам нужно вот это взять. Выровнять по центру. Ведем с шифтом. Правая клавиша мыши. И покороче сделать. Ведем с шифтом. Потому что мы привязались к верхней части. С правой клавиши продублировали. Цвет нам нужно подобрать будет к этому сердечку. Так, который цвет. Правая клавиша. Выровнять по центру. Ну, толщина, наверное, у этого будет уже, допустим, полтора. И еще раз. С шифтом веду. Ниже опускаюсь. И по цвету, как сердечко. Ну, насчет такого цвета я, конечно, не уверена. Но это такое дело тоже второстепенное. Давайте цвет возьмем. Белый, конечно, не стоит. Но, может быть, цвет вот такой. Это не совсем белый цвет. Может быть, есть смысл вот такой еще продублировать. С шифтом взяла вместе. Введу с шифтом. Но здесь вот выше-ниже надо подумать. Наверное, все-таки с шифтом повыше немножко. Вот это сердечко с линией shift-patch-up вытянем на передний план. А вот эту линию укоротим. Можно еще для пущего объема сделать такую штуку. Сделать тени. Мы берем купидона. В интерактивных эффектах тень. И зажата левая клавиша мыши на объекте. И, допустим, вот ровно тень ложится. Можно ее вытянуть вот так, например, как угодно. Но мы сделаем ровно. Черный цвет, либо цвет какой-то в нашей гамме красноватый. Вот какой-то такой фиолетовый. Файл не забывайте сохранять. И вот такую же манипуляцию с тенью, чтобы был классный объем, мы можем сделать с облаками и сердечками тоже. Наши облака сидят в контейнере. Поэтому правая клавиша «Редактировать» – «Пауэрклип». Можно сразу выбрать все вместе. Выбрать тень. Вот так вот положить сразу на все объекты ровненько. Ну и цвет тени у нас был какой-то вот такой, не знаю, любой из фиолетовых. Свойства тени вот здесь можно регулировать. Среднее. Ну, наверное, все-таки оставить размытость по Гауссу или что там у нас было. Да. Правая клавиша «Завершить редактирование». Ну, конечно, с тенями шикарно смотрится. Чтобы, друзья мои, сердечком такое придать, нужно нам предварительно вот эти линии, это абресы, превратить в объекты. Хотя, не знаю, может быть, будет неэффектно. Единственное, что вот я смотрю, мне хочется вообще вот это сердце опустить ниже, а вот то сердце, наоборот, поднять выше. Я покажу вам на одном примере. Вы решите, да я сама посмотрю, как это будет смотреться. Если, друзья мои, толщина устраивает, может быть, даже для ближних сделать побольше. Ну-ка, три пункта посмотрим. Да, давайте сделаем три пункта для ближних, в любом случае, хоть с тенями, хоть без теней. То есть нам вот этот объект, три пункта. А для этих объектов, так, полтора, полтора, полтора с шифтом. Давайте возьмем, сделаем, ну, хотя бы два с половиной. Enter. И показываю, что мы делаем с абрисами. Берем абрис. Меню объект. Преобразовать абрис в объект. То есть если мы посмотрим в режиме каркас, было вот так, то есть какая бы ни была толщина, у нас показывается контуром. Причем, обратите внимание, контейнер не показывается с содержимым. А вот так стал уже прямоугольник в нашем случае, да, абрис превратился в прямоугольник. Берем вместе два вот этих объекта, прямоугольники, сердечко, делаем слияние. И то же самое даем тень. Ровненько ее кладем. Но в таком случае, нам нужно, чтобы здесь тень вот так не выглядывала, тоже посадить тогда сердца в контейнер. Если сердца будете применять эффект тени, то, конечно, ну да, наверное, единство должно быть. То есть если везде тень, то и на сердечках тоже тень. Ну и давайте покажу, как с текстом мы работаем. Берем инструмент «Текст», щелкаем, переключаемся на английский и напишем на английском. Цвета берем, конечно же, наши в нашей гамме. Вот, допустим, розовый, который для сердечек. Беру фразу. Здесь в выпадающем меню все установленные шрифты. Подбирайте тот, который вам подходит по настроению, по теме открытки, ну и по теме любого макета. Я бы взяла, несмотря на то, что вроде бы романтично, так все должно быть, я бы взяла что-то либо с засечками, либо что-то вообще строгое. Вот такой вариант мне нравится. Берем фразу с «Шифтом», щелкаем по квадрату и выравниваем по центру. Если хочется немножко потолще, ну можно, в принципе, правой клавишей дать незначительный минимальный контур. Не надо огромные фразы. Вот что-то такое вполне, может быть, вполне интересно. Ну, друзья мои, осталось закончить сердечки, сделать их с тенями. Надеюсь, вам урок понравился. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подписывайтесь на канал и соцсети школы, потому что впереди очень много интересных уроков. Спасибо за внимание. Увидимся. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok